друзья всем огромный привет сегодня поработаем с тремя разными материалами ну как тремя двумя можно сказать это у нас орг стекло 10 миллиметров толщиной дуб 15 миллиметров толщиной и ясень 33 миллиметра толщиной попробуем соединить это все вместе получится у нас оригинальная идея так что давайте посмотрим ролик а что получится увидим все в конце вам всем приятного просмотра пишите кто если уже думался что будет напишите комментарий из названия ролика вы наверное уже поняли что сегодня работать будем и на чпу станке в моем случае это ватсон а1 6090 смотрите выставил я заготовку закрепил ее на саморезы в общем я на пульт записал программу которую мне нужно и сейчас вот у меня дуб контур в буду вырезать нажимаем ok все программа приступила в работу а а а а и и у нас получилось вот так вот аккуратненько переворачиваете мостики сделаны мостики одна заготовочка у нас готова вторая заготовочка у нас готова единственное что я забыл сделать здесь надо сделать теперь вручном режиме будет полосочку и углубление также установил оргстекло самое интересное мне будет обрабатывать его посмотреть как фреза будет брать этот материал то есть он может его плавить мы начнем самых маленьких скоростей а а а а а Субтитры сделал DimaTorzok В принципе, с учетом того, что это было сделано под дерево, ну, довольно-таки неплохо. То есть, также были мостики, вот они остались. Ну, немножко подгорело, да, чуть-чуть подплавилось. А так, в принципе, обалденно. Все наши детали готовы. То есть, вот такая вот красота. Все одинаковенькое, все ровненькое. Теперь надо все это вот отделить. Форт-текло будет, наверное, самым простым. Отделить, потом и все это само штабовать будем. Это вот, в принципе, все ткани, оно вот так легко отламывается. В общем, у нас вот так вот четыре штучки получились. Ну, они прям идеально ровные, одинаковые все. Теперь мы переходим к ясеню. Сейчас я прям аккуратненько, канцелярским ножом прорежу мостик. Не получился скол. Это мы шлифовать все равно будем еще. И вот такая вот красота. Вот можно взять и посмотреть, что у нас все будет идеально ровно. Теперь немножко нужно зашкурить, чтобы была поверхность у меня матовая. Чтобы потом это можно было проклеить. При помощи орбиталки все это буду делать. И 320-я шкурка. Теперь все нужно обезжирить. Попробую на суперклей приклеить. Пока наклей крайний у нас. Здесь сейчас по центру сделаю сквозное отверстие на 8 мм. Теперь у меня вот такой вот есть циколечек. Под вот такую вот лампочку. Лампочка N220 светодиодная. Мы его вставляем. Термоусадочка. Такая вот вилка с выключателем. И сюда тоже термоусадочку надеваем. Сверло на 4 мм. Сделаю два отверстия. Но не сквозных. Сделал два кусочка электрода. Чтобы они сюда входили. И будем их вклеивать. Сейчас немножечко туда клея. Сам электродик. И у нас там все вклеится. И будет держаться. И никуда не убежит. Припокрыл немножко акриловым лаком. Чтобы была светопропускаемость лучше. Тут сделал разметочку методом прижимания. И просверлим два отверстия. Теперь взял орбитальную шлифмашину. Начинаю с зерном 180 и заканчиваю двухтысячным зерном. На выходе получаем вот такую вот красоту. Заготовочку я обязательно обезжириваю. Даже дерево. Лак у меня акриловый, бесцветный. Друзья, но по итогу у нас получился с вами вот такой вот светильничек. То есть при желании всегда можно лампочку поменять. Светится, правда, он не яркий. Это такой своего рода ночничок. Он не мерцает. Это камера так передает. Ну, по итогу у нас получился вот такой вот ночничок. Не мерцает. Это просто вот, ну, камера так передает мерцание. Я скажу, вышло довольно-таки неплохо. Интересно. Задумка интересная. Даже появилась мысль сделать под Яндекс.Алису. Какую-нибудь коробочку такую свечащуюся. Ну, что-нибудь пофантазировать, что-нибудь придумать. Если вам понравился данный выпуск, обязательно ставьте палец вверх. Пишите свое мнение. Вам же всем крепкого-крепкого здоровья. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok